Значит, у нас пятая глава «Конструирование миров». Ну и Джега начинает эту главу следующими словами. «Я рассматриваю проблему, с которой сталкиваются рассказы о Барзат-Смирах, проблему инопланетян. Я утверждаю, что существующие решения данной проблемы несостоятельны. И предлагаю новую версию, основанную на метафизике фактов». Итак, что же такое Эрзац-Миры? Ну, насколько мы могли бы понять по предыдущему тексту, Джега рассматривает как Эрзац-Миры, как возможные миры, так и невозможные миры. Вот между возможными и невозможными мирами нет никаких онтологических различий. Всякий Эрзац-Мир является конструкцией из каких-то действительных сущностей, слова, рисунки и так далее. То есть какие-то реальные объекты, которые репрезентируют нам нечто. Но в случае Эрзац-Мира репрезентируются какие-то недействительные сущности или недействительные положения дел. При этом Джега считает, что лингвистические, графические и прочие репрезентации Эрзац-Миров не являются равноправными. Лингвистические, например, и графические, рисуночные, лучше сказать, репрезентации, каждая имеют свои сильные, свои слабые стороны. Вот это Льюис показывал в своих работах, в работе 1986 года. Но когда речь заходит о невозможных мирах, то лингвистический подход, оказывается, имеет явные преимущества. Потому что применимость графических техник, например, таких как Уэшера, явно ограничена. Далее речь идет о многообразии невозможного. Например, бывают явно противоречивые ситуации. Например, зимняя сцена, в которой снег идет повсюду и не идет вовсе. Бывают математические невозможности. Великая теорема Ферма оказывается ложной. Бывают неполные ситуации. Берти очарователен. Берти – это песик из предыдущей главы. Но он ни маленький, ни большой, ни худой, ни толстый. Ни старый, ни молодой. И вообще не имеет какой-либо особой внешности. Мы хотим, чтобы наши миры представляли все эти невозможности. Все многообразие. То есть невозможности, включая перечисленные и более. Но это трудно очень сделать графически. Вряд ли мы сможем представить все эти разнообразные невозможности с помощью рисунков, с помощью какой-то графики. Поэтому Джега решает остановиться на лингвистическом подходе к построению рзац-миров. И этот подход к построению миров защищали в свое время различным образом. Рудольф Карнап в 1947 году, в 1947 – Хинтика, в 1962 и 1969 – Джеффри, в 1983. И совсем недавно лингвистический подход защищался Мелией в 2001 и Сайдером в 2002 год. Значит, с лингвистической точки зрения, рзац-миры – это наборы предложений на некотором миросозидающем языке. Для этих предложений должна иметься, во-первых, интерпретация, во-вторых, должны присутствовать ясность и точность, и в-третьих, достаточная выразительность для всех возможных и невозможных миров. Интерпретация с ясностью и точностью достигается различными способами. Идет ссылка на Льюиса, на Карнапа. И вот у данных авторов предлагается так называемый Лагодонский подход, в соответствии с которым мы принимаем действительные индивидуальные объекты за имена, а действительные свойства и отношения за предикаты нашего языка. Ну вот здесь, видимо, требуется некоторое пояснение, что такое Лагодонский подход, Лагодонский язык. Этот термин пришел из путешествий Гулливера Свифта. Насколько, если я не ошибаюсь, это именно лилипуты использовали особый Лагодонский язык, смысл которого состоял в том, чтобы вместо слов оперировать вещами. То есть, если человек желает сказать о том, что собачка на привязи, он берет собачку, берет привязь и привязывает привязь к собачке. Это и будет высказыванием, значит, что собачка на привязи. Вот, значит, индивидуальные объекты – это имена, действительные свойства и отношения – это предикаты нашего языка. Ну, с собачкой, конечно, я, наверное, упростил. Здесь надо было также задать, ну, по крайней мере, некоторые отношения, ну, а желательные свойства. Ну, ладно. Каждое имя и предикат интерпретируются как обозначающие самого себя. Таким образом, например, Берти, наш пёсик из плоти и крови, считается именем. Именем в языке, относящемся к самому себе, ну, то есть к Берти. Берти, пёсик – это имя, пса Берти. Чем хорош лагодонский язык? В лагодонском языке сохраняется композициональность, а также формальная структура. Атомарные предложения – это последовательности n-значного предиката, то есть свойства или отношения, и n-имён. Или, если не имена, могут быть и какие-то другие указательные термины. При этом можно использовать специальные теоретико-множественные конструкции, которые будут служить связками, кванторами, переменными. Вот, значит, в этой чёткости и простоте, значит, ценность лагодонского языка, когда вещи обозначают самих себя. Таким образом, у нас получается несчётное количество имён в нашем языке. Например, каждое действительное число, а действительных чисел несчётная бесконечность, континуум, будет именем самого себя. И, следовательно, также несчётное количество предложений. Мы также имеем возможность строить бесконечно длинные предложения. Можно разрешить бесконечно длинные префиксы квантера. Можно позволить нашим символам конъюнкции и дизюнкции работать с, возможно, бесконечными наборами предложений. Бесконечно длинные конъюнкции и дизюнкции. Вот. Зачем нам нужен такой лагодонский язык из путешествий Гулливера и что он нам даёт? Лагодонский язык позволяет избежать контраргументы Льюиса и Брикера относительно имеющегося числа элементов возможных миров. Возражение состоит в том, что в рамках возможных миров возможностей больше, чем наборов предложений. Это говорили Льюис и Брикер. Льюис в 73-м, Брикер в 87-м году. Возможностей больше, чем предложений. А, следовательно, наборы предложений не годятся для представления всех возможностей без слияния. То есть, мы будем не различать возможности, грубо говоря, поскольку возможности континуум, а предложений у нас какая-то счётная бесконечность, какая-то счётная комбинаторика, которая, конечно же, не может охватить континуум. В любом бесконечном, но счётном языке выразительных возможностей не хватает, поскольку конфигурации материальных точек в пространстве возможных миров несчётны. Значит, некоторые возможности должны быть проигнорированы или объединены в лингвистическом подходе. Однако, возражения Льюиса и Брикера работают только против эрзац-подходов с исчисляемым языком. Вот в чём основной смысл лагодонского языка. С исчисляемыми языками только создания миров. Поэтому оно не влияет на вышеприведённый лагодонский подход. Следующий параграф 5.2. Здесь можно, видимо, сразу же сделать небольшое пояснение. Если мы берём... Это мы уже как-то на кружке проходили. Если мы берём, значит, совокупность, составленную из счётных множеств, то получаем несчётное множество, получаем континуум. Так? Совокупность всех счётных множеств является несчётным. Вот. И... То есть это надо иметь в виду, когда мы говорим о том, что получили некоторый язык, который является несчётным. Ну вот, в нашем случае лагодонский язык. Так, параграф 5.2. Проблема инопланетян. Вот. Джега называет эту проблему разрушительной. И она является проблемой описательной силы. Как говорит Сайдер в 2002 году, или как её часто... Ну, проблема инопланетян, иначе может быть названа проблемой описательной силы. Проблема касается сущностей, которые не существуют, но которые могли бы существовать. Так. Назовите мою просто возможную сестру, пишет Джега, инопланетянкой. Актуалист говорит, что нет никаких посторонних индивидуальных сущностей в мире, но ему нужны ресурсы для их представления. Вот. Так. Вот как здесь быть, как это сделать? По-лагодонски уже не получается, поскольку на самом деле нет никаких инопланетных индивидуальных сущностей. И вот наиболее тревожная формулировка данной проблемы, как вы видите, сформулирована Льюиса, наиболее тревожная с точки зрения Джега. В этой формулировке мы фокусируемся на инопланетных свойствах, а не на инопланетных объектах, не на индивидуальных сущностях, а именно на свойствах. Вот Льюис пишет, подумайте о некотором эрзац-философе, который живет в более простом мире, чем наш. Протоны и нейтроны, если можно их так назвать, его мир, они делимые частицы. Не существует ни кварков. Поэтому отличительные свойства кварков, ну вот физики придумали такие термины, как ароматы, цвета, как нам известно из нашего мира, вообще ничем не воплощены в его более простых мирах. Они чужды этому миру. Вот. И этот инопланетный философ не мог построить лагодонский язык, который называет все свойства, которые мы имеем в нашем мире. И поэтому он не мог построить эрзац-мир, который представляет наш мир. И он, значит, упускает некоторые реальные возможности. Так. Ну и здесь существуют две стратегии. Первое. Считать, что рассматриваемые объекты и свойства действительно существуют и, следовательно, могут быть названы. Или утверждать, что рассматриваемые возможности и невозможности могут быть представлены без соответствующих имен и предикатов. Так. Это, значит, мы должны некоторым образом перестроить лагодонский-рзац-подход. Так. Ну, вот и здесь как бы формальная структура передается следующим образом. Но сначала я немножечко пытаюсь вернуться к тексту и, может быть, попояснить. Проблема вот с первым подходом, когда мы рассматриваемые объекты и свойства и именуем, заключается в том, что для актуалистов возникают серьезные сложности, потому что актуалисты должны отрицать пегасов, суперменов, моей только возможной сестры. И, как бы, первый вариант выглядит не очень удачным. Ну, вот, особенно это касается работы со свойствами. С объектами можно попытаться и найти некоторые выходы со свойствами затруднительно. И Джега далее ссылается на работу с возможными ситуациями, которые предлагают Мелия 2001 год и Сайдер 2002 год и еще с Каимбрс 1981 год. И с их точки зрения, с точки зрения этих авторов надо идти по второму пути, а рассматриваемые возможности могут быть представлены, даже если соответствующие имена и предикаты не существуют. Так. Мы должны значит с Кирмс 1981 год мы должны позволить представлять новые свойства и отношения, но единственное значение этих новых блоков, то есть неактуальных объектов и свойств заключается в их расположении по отношению друг к другу и по отношению к элементам реального мира. Мы можем реализовать это предложение, используя предложение Рамсея. Экзистенциально количественно определенные предложения второго порядка, определяющие существование определенных свойств, отношений и деталей, вместе удовлетворяющих некоторому целостному описанию. Это уже цитата из Льюиса. И вот как реализуется этот второй подход формально. На слайде изображено, если П-класс всех актуальных объектов, У-класс всех актуальных свойств и отношений, то предложение, создающее мир, существует Х в скобочках конъюнкция Х не равно У в круговых скобках, значит конъюнкция открытое предложение АХ. При этом У принадлежит П, а П это класс актуальных объектов. Вот это экзистенциальное предложение говорит о существовании неактуального индивида. А то предложение, которое записано ниже, существует Х, конъюнкция круглой скобки Х не равно У, и конъюнкция открытое предложение АА от Х, оно говорит о существовании неактуального свойства, неактуального свойства построенного на основе класса актуальных свойств, как и был неактуальный индивид, неактуальный объект, также построенный на основе класса всех объектов. Вот таким образом значит мы можем работать с предложениями Рамсея для производства неактуальных объектов и неактуальных свойств. Ну вот мне показалось интересным примечание, которое Джека здесь предлагает. Вот он ссылается на теорию множеств и показывает, что как бы понятие класса в теории Цермелла Френкеля присутствует только неформально. И поэтому возникают проблемы на нашем втором пути для формального определения Арзатс языка. Ну и в качестве альтернативы можно обратиться к теории множеств фон Неймана Бернайнса Гёделя, которая позволяет говорить о собственных классах, но не позволяет их количественно оценивать как-то. требует Арзатс Церк, как лучше сказать. Ну вот эти это как бы технические соображения, но они вроде бы представляют определенный интерес. Так. Ну а возвращаясь к тому подходу, который придерживается второй стратегии, когда мы строим внешним образом предложение Рамсея для объектов и свойств, то этот подход строится на тождестве неразличимого для неактуальных объектов и универсалей. Как можно понять на идее Лейбница в отношении тождества неразличимых. Мы вводим различные возможности через такие экзистенциальные предложения только в том случае, если мы используем различные действительно неэквивалентные открытые предложения АХ в каждом мире. И ряд философов возражают против подобной возможности. Этих философ называют хаэссетистами. Вот если я правильно произношу Каплан, в частности хаэссетист и некоторые другие. Они говорят, что у меня могло быть две сестры и в этой возможной ситуации качество, принадлежащее первой сестре, в этой ситуации могло быть передано второй сестре. Более подробно как аргументирует хаэссетист. Сначала по поводу этого термина хаэссетист я пытался найти его корни этого термина. Ну и насколько я понял позиция хаэссетизма в чем-то напоминает средневековых авторов, которые говорили о таком свойстве как этости. Этость. То есть могут быть некоторые особые свойства. Например, мир, как он мне дан, он обладает так скажем одной этостью, а как мир дан кому-то другому, он обладает уже некоторой другой этостью. При этом этость отличается от стандартного понятия свойства, которое может быть выражено с помощью предикатов и так далее. Вот хаэссетисты предлагают следующие аргументы. Значит, в одном возможном мире сестра 1 имеет свойства F1 Fn, а сестра 2 имеет свойства G1 Gm, в другом сестра 2 имеет свойства F1 Fn, а сестра 1 имеет свойства G1 Gm. Ну, это примерно так же, как вот я предлагал в примере с миром. то есть, когда я говорю этот мир, то это одна этость, а когда кто-то другой говорит этот мир, это получается другая этость. И может с точки зрения хаэссетиста оказаться так, что свойства сестры как бы обмениваются соответствующими наборами свойств в альтернативных мирах. Свойства идентичны при этом по отношению к двум сестрам. Ничего не изменилось в наборе свойств в обычном для нас понимании. изменилась только этасть, изменилась привязка рядов к двум только возможным сестрам. Вот. И значит Джега говорит, что Джега говорит, значит, если хаэссетист прав, то приведенный подход РЗЦера терпит неудачу, поскольку он распознает только одну возможную ситуацию, описываемую как ситуацию, в которой есть два неактуальных человека, обе мои сестры, одна из которых обладает одним рядом свойств, а другая из которых обладает другим рядом свойств. хаэссетиста, как мы видим, этого недостаточно. Он учитывает и этость, поэтому у него все сложнее. так. Далее, значит, как говорит Льюис, две возможности изоморфны, но все же различны, поскольку есть больше способов, чем один, чтобы сделать некоторые предложения Рамсея или некоторые рамсифицированные РЗАЦ-Миры реальностью. Если это так, то описательный РЗАЦ-Подход объединяет возможности, которые следует различать. Далее Джега обращается к следующему варианту, к плюреверсии, плюреверсии, это как бы мир, объединяющий миры Сидора 2002 года. Предложение Сидора состоит в том, чтобы заменить множество РЗАЦ-Миров одним РЗАЦ-Множеством. Этот единственный суррогат представляет собой предложение множественного разнообразия на лагодонском языке, которое имеет форму. Вот есть возможные миры, набор неактуальных свойств. Возможных мирах есть неактуальные объекты, x1 и x2, неактуальные свойства, x1, x2. При этом каждый конъюнкт в и имеет вид, ну и здесь мы пытаемся возвратиться как я понял к предложению Рамсея, x1 существует w и там имеет свойства x2 и так далее. так, ну и это как бы решает в общем-то по проблему, которую хаэссетисты задали со своей этостью в отношении альтернативных рядов свойств эфид и дже у наших воображаемых сестер. Так, и так, я понял. Но подход Сидора все-таки не совсем удовлетворяет, не совсем удовлетворяет Джегу. вот, и Джега значит предлагает немножко иной значит вариант построить расширенные предложения множественного разнообразия имеют ту же форму, что предложения Сидора, но утверждают существование как возможных, так и невозможных миров. Такие предложения будут включать мировые конъюнкты и такие как X и Т существует в W J Т и X И Круглая там допустим X И Т Квадратная ну здесь про Круглый Квадрат видимо речь идет о представлении такого невозможного объекта как круглый квадрат значит и X и Т и W J Т являются экзистенциально квантифицируемыми переменами вот предложения своему самого Джега по модернизации мультиверса Сидора значит этот подход тоже сталкивается с проблемой возникает болезненная как пишет Джега дилемма либо расширенное предложение множественного разнообразия представляется неявно с помощью логического следования как в исходном тексте Сидора либо представляется явно когда содержит соответствующее Рамсей предложение в качестве конъюнкта так вот сначала первый вариант неконсистентные мировые конъюнкты как круглость и квадратность вот мы видели упрощают первый подход неконсистентный мировой конъюнкт лечет за собой любое а поскольку следование у Сидора является классическим по закону Дунца Скотта расширенное предложение множественного разнообразия будет неявно представлять это для любого а вообще но это искажает как возможное так и невозможное в частности расширенное предложение множественного разнообразия не может явно представлять структурированное пространство невозможных миров и следовательно не может использоваться в теории эпистемического содержания или контрвозможных условных выражений вот и так мы хотим расширить подход Сидора для представления невозможного расширенное предложение множественного разнообразия не может выступать в качестве следствия так 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 второй вариант второй вариант дилеммы предположим вместо этого что расширенное предложение множественного разнообразия С представляет явно тогда С представляет что существует такой мир что А если А является конъюнктом некоторого мирового конъюнкта С но теперь если какое-либо А ну имя значит должно быть необходимо истинное оно должно быть соединением всех возможных мировых конъюнктов и это опасает вызывает опасения по поводу кардинальности так ну и кроме того мировоззренческое предложение W существует должно быть членом W а это приводит нас к противоречию с аксиомой регулярности так ну рассмотрим ситуацию аналогичную реальной ситуации включая значит математическую вселенную которая кроме того содержит круглый квадрат это невозможно и поэтому должен быть невозможный мир полностью представляющий это но ситуация содержит все множество поэтому она не может быть явно представлена мировоззренческим предложением как теоретика множественной конструкции как и в предыдущем случае этот мировой конъюнкт слишком велик чтобы быть множеством но также не может быть надлежащим классом как бы мы не определяли репрезентацию не может быть расширенного предложения множественного разнообразия которое включает конъюнкты невозможного мира так 5-3 работа с инопланетянами но здесь позвольте уже без презентации я немножечко скажу как нам избежать этой нехорошей дилеммы взяв конъюнкты возможного мира для неявного представления и конъюнкты невозможного мира для явного так значит работа с инопланетянами значит у РЗЦР остается две доступных стратегии он может согласиться с тем что не может назвать все возможные объекты свойства и отношения но тем не менее попытается описать возможности и невозможности без смешения или он может утверждать что каким-то образом может назвать все возможные объекты свойства и отношения последний подход несовместим с лагодонским способом именования сущностей но первый подход кажется неспособным представить возможности без объединения без слияния не говоря уже о представлении невозможном вот Джего предлагает нам сосредоточиться на проблеме инопланетных свойств может случиться так что что-то является F F большое свойство какое-то хотя на самом деле ничто не является F как мы видели кажется что мы не можем представить F Ness говоря есть какое-то неактуальное свойство такое что не объединяет тем самым это F Ness с каким-либо другим неактуальным свойством таким образом чтобы одновременно позволить нам представлять невозможные ситуации вариант который кратко упоминался у Джего но еще не обсуждался заключается в том чтобы разрешить что рассматриваемые свойства действительно существуют поскольку ими ничто не обладает кто-то делающий этот шаг должен будет утверждать что свойства могут существовать даже если они не подтверждены то есть у нас нет индивидуальных объектов нет экземпляров которые подпадают под данные свойства что такое философ мог иметь ввиду под свойства те кто возражает против необоснованных свойств здесь можно говорить наверное о невыполнимости придерживаются следующей стратегии во-первых перечислите все что философы подразумевали под свойством во-вторых пробежаться по каждому понятию показывая что оно не поддерживает неустановленные свойства или по крайней мере не поддерживает достаточное количество неустановленных свойств для актуалистских целей и в качестве примера приводится Льюис Льюис говорит следующее что означает Эрзатсер термином свойства существует множество различных концепций свойств и не все из них могут быть использованы Эрзатсером он не может иметь ввиду то что я имею ввиду набор всех экземпляров в этом мире или в любом другом не может называть набор всех экземпляров в этом мире или в другом свойства для него свойства это какая-то абстракция отсказуемого его свойства есть универсали или наборы повторяющихся тропов наборами повторяющихся тропов которые действительно присутствуют в вещах но что здесь означает своего рода после Льюиса приводится Сидор значит свойства необходимые для ответа не могут быть наборами их экземпляров и не могут быть имманентными универсалием в смысле Армстронга которые как предполагается полностью присутствуют в своих экземплярах и не способны существовать необоснованно необоснованно даже Майкл Тули чьи-то трансцендентные универсалии могут существовать необоснованно в некоторых случаях не принял бы необоснованные универсалии требуемые актуалиста по мнению Тули необоснованные универсалии принимаются только тогда когда они играют роль в законах природы пишет Сайдер Ильюис и Сайдер кажутся правы в том что эти понятия не допускают необоснованных свойств я думаю что мы могли бы разобраться в необоснованных свойствах но я не буду продолжать эту мысль поскольку они мне не нужны пишет Джега ибо есть способ представить каждое возможное свойство без объединения даже если принять что нет свойств кроме тех которые действительно существуют и все они экземплифицированы вот чтобы мотивировать эту идею мы должны вернуться к основной мысли что свойства это способы которыми могут быть вещи оглядываясь вокруг я вижу в комнате много путей здесь беспорядок музыкальных инструментов там просто беспорядок дырка в стене дырка в оконной раме щели в комнате холодно играет музыка я слышу тишину между песнями помещение содержит определенные присутствия отсутствия дыры промежутки шума и тишину вот большинство философов запрещают пропуски дыры промежутки и молчания запрещают говорить о них как о чем-то существующем они пытаются свести все эти вещи к положительному присутствию отсутствие значит не рассматривается как базовая базовая линия возможные пути мира соответствуют возможному распределению присутствия и для каждого способа рассказ о разделении присутствия это получается целая история и Джека пишет что он не согласен с таким взглядом на мир мир на его взгляд не такой примитивный как это представляется говорящим только о присутствии и нужно как-то разрешить отрицательные свойства в нашей онтологии отрицательные способы существования вещей и Джека вместе с Баркером это писали в 2012 году данный ход отвергается большинством философов и поэтому он требует защиты но сначала давайте посмотрим что мы получаем допуская отрицательные свойства в нашей онтологии давайте сосредоточимся на некотором инопланетном свойстве это может быть свойство и иметь заряд 1 четвертая или спин 3 поскольку эфи является инопланетным свойством ничто не является и предположим кроме того что это фундаментальная особенность нашего мира что вещи являются тогда на мой взгляд фундаментальной чертой мира является то что вещам не хватает эфнестости фундаментальные свойства реальности отражены в нашей антологии в частности свойства отражают то как вещи принципиально есть и так я фиксирую эту фундаментальную черту с точки зрения отрицательного свойства отсутствие эфности или неэфность все фундаментальные сущности а также ты я берти и мост на синейской гавани обладают этими самыми неэфностями наша задача представить инопланетную эфность так теперь это так же как мы можем взять два свойства G и H и теоретически представить конъюнктивное свойство как G и H или дезюнктивное свойство как G или H мы можем взять положительное свойство G и теоретически представить отрицательное свойство не джесность, нон джесность. Для этого нам просто нужно, чтобы теоретикам множественные сущности действовали как конъюнкция, дизюнкция и отрицание предикатов. Точно так же, комбинируя отрицание предиката с отрицанием свойства, нон-эфности, мы представляем эфность. Итак, мы недвумысленно представили инопланетное свойство F без объединения и без предположения, что F действительно должно существовать. Вот, значит, инопланетное свойство F-ности благополучно представлено благодаря понятию нон-эфности. В связи с этим крайне важно, чтобы отрицательные свойства сами по себе не были отрицательными. Это значит, что они не должны быть построены из положительных свойств. Нон-эфности нельзя строить из эфности. Это сделало бы отрицательные свойства, антологически зависимыми от положительных, что не приведет к достижению наших целей. Мы хотим, чтобы нон-эфности существовали независимо от того, существуют ли эфности. Вот, отрицательные свойства должны быть антологически независимы от каких-либо положительных свойств. Следующий раздел как раз будет посвящен включению отрицательных свойств в антологию. Но перед этим нужно разрешить один нерешенный вопрос. Какова проблема Льюиса и Сидора, чтобы ответить, что я имею в виду под свойством? Думаем ли мы о свойствах как о имманентных универсалях, тропах или для настоящих модальных реалистов как Льюис, как о наборах экземпляров? Нет виских причин не принимать отрицательные версии таких свойств. Тем не менее, я не буду рассматривать свойства как примитивные универсалии или тропы. Вместо этого я буду рассматривать их как абстракции от мирских фактов. Причина, по которой я поступаю так, заключается в том, что нам нужно объяснить, как конкретное индивидуальное обладает свойством, так и то, каким образом у нас возникает истинность отношений конкретного. Предположим, что существует какой-то конкретный А, какой-то объект, партикулярия, так и свойства эфность. Остается открытым вопрос о том, обладает ли А этим свойством. Итак, что еще требуется для того, чтобы обладать этой самой эфностью? Так, значит, есть сущность. Есть эфность, что требуется для того, чтобы у нас получился индивидуальный объект. Эту проблему часто называют регрессом Брэдли. А Армстронг писал о регрессе Брэдли. В 1997 году что-то есть ссылка. Мы не можем объяснять феномен обладания свойством, просто добавляя в эту совокупность новые объекты. Ну и вот здесь выход Джега видит в чем. Значит, мы должны не считать, что свойства или партикулярия являются настоящим фундаментом, антологическим, а считать, что настоящим антологическим фундаментом являются факты. И при этом факты являются антологическим фундаментом в еще более таком прямом смысле, чем у Людвига Витгенштейна. У Людвига Витгенштейна также говорится, что мир состоит не из вещей, а из фактов. Но у Витгенштейна также говорится и о том, что факты являются конфигурациями объектов. Вот этот аппендикс Джега отвергает. Он говорит, что дальше фактов мы не пойдем. Факты это и есть то, что по-настоящему фундаментально. Тогда вопрос о том, обладает ли А свойством F-ности, сводится к вопросу, существует ли тот факт, что А является F. Существует ли такой факт, что А является F? Факты также отвечают на вопрос, что делает высказывание о факте А есть F в кавычках истинной. Предложение истины тогда и только тогда, когда А обладает F-ностью. Что говорит о существовании того факта, что А есть F? Так. Я думаю о фактах, как о примитивных сущностях, некоторые из которых являются метафизически фундаментальными сущностями. Без всяких там конфигураций объектов в духе Витгенштейна, а просто метафизически фундаментальные и далее неанализируемые. Мы концептуализируем и классифицируем факты с точки зрения свойств. Например, когда мы говорим, что тот факт, что Берти очарователен, связан с Берти и подразумевает, что он очарователен. Я согласен, пишет Джега с Кайрамсом, что факты – это примитивные сущности. Это цитируется с Кирмс. Факты – примитивные сущности. Тем не менее, мы можем кое-что сказать об их природе с точки зрения того, как мы их классифицируем. Атамарный факт может быть полностью охарактеризован относительной классификацией и его координатными объектными классификациями. Например, когда Джон стоит на первом месте любовного отношения, а Мэри на втором месте. Тогда мы можем, в том факте, что Джон любит Мэри, тогда мы можем вульгарным образом думать об атамарном факте, как связанном с представлением, состоящим из N-кортежей, N-мерные отношения, за которым следует N-объектов. Это Skyrims пишет. Джега же замечает, что факты – это не N-кортежи, но мы можем представить или смоделировать факты в виде N-кортежей. И таким образом именно делает Ван Фраасен, он моделирует факты через N-кортежи. Что же тогда такое свойство? А свойство – это абстракции от фактов. Данное понятие абстракции является примитивом теории, аналогично тому, как естественность для множества возможностей является примитивом у Льюиса. У Льюиса естественность, ну а вот у Джега абстракция от фактов. Есть и другие примитивы, сходства для номиналистов подобия Родригеса и Пеппи Рейры 2002. И точное сходство для теоретиков тропов идет ссылка на Вильямса. Тем не менее, мы можем смоделировать абстракцию свойств как операцию, которая учитывает факт, возвращает функцию от частности к фактам. Учитывая тот факт, что Берти очарователен, абстракция свойства абстрагирует Берти прочь, оставляет нас со свойством, это восхитительно. Мы можем смоделировать это свойство как функцию от индивидуальных объектов к фактам, которая, учитывая А в качестве входных данных, возвращает тот факт, что А является восхитительным в качестве выходных данных. В этой модели свойства являются ненасыщенными объектами. Это не отрицает нисколько их существования. Они являются самостоятельными сущностями, хотя и зависимы. Чтобы свойства это существовало, оно должно быть от абстракции от некоторого факта, что А есть Ф. Это требуется для того, чтобы было Ф. Таким образом, с этой точки зрения свойства не могут существовать, если ими не обладает какая-то особенная вещь. Следовательно, в соответствии с аргументами Льюиса и Сидора не существует необоснованных или не экземплифицированных или невыполнимых, но здесь у uninstantiated свойств. Вот. И Джека замечает, что в следующем разделе он переходит к неотложной задаче изучения этих отрицательных свойств и отрицательных фактов. Так. Если есть отрицательные факты, например, что Бертин не толстый, тогда абстракция свойств дает нам отрицательные свойства. Не толстый. Таким образом, нагрузка обоснования ложится на отрицательные факты. однако, пишет Джека, я должен отметить, что приведенные ниже аргументы в пользу отрицательных фактов могут быть применены непосредственно в пользу отрицательных свойств. Итак, предположим, что вы не согласны со мной по поводу метафизического приоритета фактов над свойствами. Предположим, вы думаете, что свойства примитивны и каким-то образом соединяются с частностями, чтобы произвести факты. Тогда не волнуйтесь, просто прочтите приведенные ниже аргументы как аргументы в пользу отрицательных свойств. И дальше идет параграф отрицательные факты. Отрицательные факты, которые мы можем интерпретировать и как отрицательные свойства. Как я понимаю из конца параграфа 5 и 3. Ну, вот отрицательные факты я не рассмотрел, сколько-то подробно, но материал там интересен. Его, видимо, надо детально и подробно изучать, чего я сделать в настоящий раз не смогу. На этом у меня все. Спасибо за внимание. Спасибо, Дмитрий Владимирович. У меня есть небольшой комментарий по поводу лагодонского языка. Действительно, как Дмитрий Владимирович сказал, это из путешествия Гулливера. Если точнее, там история о том, как Гулливер спустился с летающего острова в страну Лагадо. Это очень бедная страна, потому что все средства жители этой страны направляют на развитие науки. Но науку они понимают очень специфическим образом. Там построена у них академия, называется Академия прожекторов. И в этой Академии прожекторов ученые занимаются какими-то странными вещами. Например, они пытаются извлечь солнечные лучи из огурцов. Они построили машину, которая содержит все слова и переставляет просто их местами. И так они постоянно делают по сколько-то часов в день. Они эту машину запускают и все осмысленные, сгенерированные таким образом выражения записывают в книге и думают, что через несколько лет они все знания мира смогут таким образом получить. Кроме того, один исследователь предложил немного реформировать язык. Он сказал, что когда мы высказываем слова, то у нас изнашиваются легкие. И для того, чтобы легкие не изнашивались, нам проще носить с собой вещи и просто вещи показывать. вот это и есть лагодонский язык. Спасибо, Олег, но при этом нужно добавить, что вещи обозначают самих себя. Да, конечно. То есть вещи являются своими собственными именами. Да, да. А в таком языке возможно самореферентность? Вот надо подумать об этом. Такой язык, мне кажется, странным в том смысле, что казалось бы, он должен нормально работать, как и все остальные языки, но при этом сформулировать какие-то достаточно отвлеченные вещи с помощью этого языка проблематично. Надо подумать, что будет считаться выражением это предложение ложно, например, на лагодонском языке. Ну вот в лагодонском все хорошо с именами. мы просто берем большой мешок и таскаем с собой какие-то вещи. Если надо назвать что-то, мы вытаскиваем из этого мешка и показываем. Это будет именование соответствующей вещи. А вот с предикатами мне не очень понятно, как работать, как в лагодонском. Предикат ведь не положишь в мешок. Да. Можно положить только вещи, которые экземплифицируют какое-то свойство или находятся в каких-то отношениях друг с другом. Но чтобы абстрагироваться именно до свойств от вещей, это вот надо каким-то образом как-то особо показывать на вещи, чтобы слушающие или точнее видящие поняли, что мы о свойствах ведем речь о не конкретных вещах. Можно ли считать высказывания объектами в рамках вот этого языка лагодонского? По идее это, наверное, можно. Почему нет? Вы положите какие-то объекты в мешок и показываете мешок с этими объектами. Можно, наверное, интерпретировать такую демонстрацию как указание на предложение, указывающее на объекты. Сложно как раз с интерпретацией ее в мешок, к сожалению, не положишь. Это некоторый предикат. Не знаю, как все-таки с предикатами работать в лагодонском. Если мы предикаты будем понимать экстенсионально, то нам нужно будет просто для того, чтобы использовать какой-то предикат, таскать с собой очень большой мешок, содержащий все вещи, которые обладают соответствующим свойством или там находятся в каком-то отношении. Ну да, тогда ресурсов у нас не хватит. Ну ладно, это, в общем-то, мелочь. Надо предположить таскание бесконечности объектов. И надо предположить, что раз этот язык все-таки предназначен для общения между людьми, то есть есть несколько людей, и они пытаются друг с другом взаимодействовать, то отношения к собственности тоже должны быть достаточно специфическими. Если мне требуется выразить предикат, например, быть дорогим, то я у всех должен отобрать дорогие вещи и положить их в мешок и таскать за собой. А если я что-то высказываю о каком-то человеке, то мне этого человека нужно положить в мешок. Не хотелось бы. А какими-то атрибутами я не могу ограничиться. Ну, то есть, допустим, стащить у этого человека тапочек. Тогда будет очень неоднозначно. Вы показываете на тапочек, видимо, в о тапочке говорите. Ну да, какая-то неоднозначность. Ну да, с Лагодонским, конечно, с его воплощением проблемы, но зато, как он прекрасен, он композиционален, он строг, он позволяет континуум предложений выразить и так далее. Это единственный несчетный язык. У каждой вещи есть имя. А вот на Карнапа 1947 года видимо, аналогическое создание мира ссылается Джега. Я не посмотрел. 1947 это, насколько я помню, значение необходимости. На значение необходимости же, да? Да, 1947 это значение необходимости. Ну, значит, что-то подобное лагодонскому языку уже у Карнапа в значении необходимости присутствует. Дмитрий Владимирович, а как вам, в принципе, вот подход с точки зрения понимания возможностей миров как эрзац сущностей? Ну, мне кажется, это безошибочно. То есть, нельзя не говорить, что возможные миры это не эрзац мир. Это было бы слишком дико. Возможные миры это, безусловно, наши какие-то конструкции, безусловно, какие-то наши идеализации. И я бы даже во сне не стал спорить, если бы меня спросили, являются ли возможные миры или невозможные миры эрзац мирами. Я бы даже во сне не усомнился в этом. А у вас есть какое-то решение для проблемы, которое обозначено здесь как проблема инопланетян или проблема чужих? Я пока что не знаю. Я недавно встретился, изучая Джега с этой проблемой и еще не продумал ее хорошенько. Мне просто кажется, что действительно, если мы возможные и невозможные миры понимаем как эрзац сущности, которые представляют собой какое-то лингвистическое описание или может быть что-то теоретико множественное и компонентами чего являются актуальные сущности, то эта проблема действительно очень сложная оказывается для такого эрзац подхода. Нам нужно как-то действительно иметь возможность описывать другие возможности и невозможности, в которых есть объекты и свойства, которых нет в нашем мире. Как же это сделать? Честно говоря, не знаю. И проблема этости тоже как-то не очень ясна для меня пока что. Хаосетизм. Тут по поводу вот этой самой как раз этогости и этой проблемы интересный момент возникает. Мне кажется, в принципе, эту проблему можно поставить только если мы уже допускаем какой-то что-то типа этогости. В том же самом примере с двумя сестрами и миры полностью совпадают. Два мира полностью совпадают. Они отличаются только тем, что первая сестра обладает одними свойствами в одном мире, а вторая обладает другими, а в другом мире наоборот. Но что значит для нас тогда отличать первую сестру от второй? Вот это вот. Да, и как-то пробрасывать наше указание на первую сестру через вот эти два возможных мира и определять, что вот в одном мире она одними свойствами обладает, а в другом это та же сестра, но она обладает совершенно другими свойствами. Ну да. Как-то сложности возникают с подходом лейбницы. Вот в этом смысле можно вспомнить еще один пример, который Джего приводил там по поводу заряда, кажется, отрицательного и положительного единичного заряда, который в некотором возможном мире меняется местами и все функциональные зависимости сохраняются без изменений, но интуиция говорит нам, что что-то все-таки поменялось. Или же, ну, например, мы возьмем, скажем, компьютер, да, и, ну, в общем, сохраняя логическую структуру его программ без изменений, мы все единицы поменяем на нули физически, то есть все физические состояния его, которые логически соотносятся с единицами, будут отныне соотноситься с нулями и наоборот. И тоже компьютер будет работать без изменений, но при этом как будто бы физически это другое устройство. Представляется, ну, как-то вот на доаналитическом уровне, что что-то вроде этогости нужно допустить по крайней мере тогда, когда мы работаем с невозможными мирами. Ну, потому что мы же можем об этом говорить. Ну да, и к тому же вот тут должны же получаются существовать такие возможные миры, в которых какой-то предмет, о котором идет речь, ну, не знаю, там, сестра, моя сестра, например. Вот этот объект в каком-то, ну, этот объект не может быть таким объектом, который не обладает вообще никакими свойствами. Соответственно, это некоторая невозможная ситуация, когда моя сестра не обладает никакими свойствами вообще. Ну, получается, что если мы последовательно проводим идею невозможности миров, должен существовать невозможный мир, где есть такой объект, моя сестра, и этот объект не обладает никакими свойствами вообще вот как мы тогда определяем что это действительно этот объект является моей сестрой ну вот в тех частях главы которые мы не рассмотрели сегодня там есть ответ на этот вопрос и он связан с референциальным употреблением дискрипции ну что ж тогда рассмотрение этого вопроса придется пока отложить